8 августа жители страны традиционно празднуют День строителя. Благодаря этой профессии города обрастают новыми зданиями, причем не только жилыми, но и общественными. О тех, кто строит Арктический собор, расскажет Елизавета Кабанова. Еще, Костя! В течение дня рабочего. Ну и физически просто уже устаешь. Бывает, конечно, полегче. Что хорошего? Не знаю, на природе свежий воздух. За возведение собора отвечает строительная компания «СК Лидер» из Перми. Бригада из 14 человек работает вахтовым методом. За три года строительства они уже полностью возвели монументальное здание. Высота собора будет 36 метров. Купола будут устанавливаться на высоте 35 метров. Сейчас строители заканчивают важный этап. Везет сейчас монтаж барабанов, кирпичная кладка, сводов, перекрытие, грубо говоря, кровли. Работы идут по плану. Отставаний вроде никаких нет. Все по графику. Работы должны закончить к сентябрю. После строители начнут готовиться к зимнему периоду. Напомним, работы на объекте были прекращены в 2014 году, а возобновились лишь в 2019. В следующем году на здании появятся главные символы – пять куполов. Сам собор после окончания строительства будет выполнять сразу несколько функций. В нижней части собора будет музей «Русская Арктика». В верхней части собора будет сам храм, в котором будут происходить службы. Про окончание работ пока никто точно сказать не может. Все зависит от финансирования. Но по примерным расчетам и наличию средств на Ринмарт смогут посетить Арктический собор через три года.